Они одобряют охотников, поэтому я буквально несколько слов остановлюсь на охоте и охотничьем хозяйстве. В общем, во всем мире на сегодняшний день охотничье хозяйство признана самой успешной моделью управления животными ресурсами. То есть это самая финансируемая природоохранная организация. Почему? Потому что охотники платят за лицензии, которые выделяются в соответствии с определенным государственным лимитом, таким образом финансируют охрану животного мира. За счет этого такая получается синергия. Ну, конечно, в Казахстане это дело только на начальном этапе. Вот мы с группой энтузиастов, я сам по образованию зоолог, с однокурсниками, мы 10 лет, даже уже более чем 10 лет назад, организовали компанию и решили заниматься развитием охотничьего хозяйства. Вот. Значит, естественно, с чем мы столкнулись? Столкнулись с тем, что здесь платежеспособный спрос населения не очень высокий, и в целом казахстанцы не готовы платить за охотничьих туризм в том виде, в котором необходимо для того, чтобы развивать качественно охотничье хозяйство. Вот. Поэтому мы с первого... Кажем, извиняюсь, у вас немножко звук пропадает. У кого-то... У вас немножко звук пропадает. Так, теперь вас не слышно. Вот так. Теперь слышно? Все, все слышно. У кого-то, видимо, был включен микрофон, поэтому, значит, заводилась вся система. Значит, мы столкнулись с тем, что в отсутствии достаточно платежеспособного спроса нам необходимо привлекать иностранных туристов, охотников сюда, в Казахстан. В общем-то, они с большим энтузиазмом иностранное охотничье сообщество это дело восприняло, и, значит, мы начали получать первых клиентов, которые, значит, нас начали учить основным моментом, связанным с охотничьим туризмом. Ну, для того, чтобы коллеги знали, значит, есть такая международная организация, аккредитованная при Организации Объединенных Наций, называется Международный Союз охраны дикой природы. Так вот, по карте этого Международного Союза трофейная охота является одним из самых эффективных инструментов управления животными ресурсами и одновременно одним из самых экологичных видов туризма. Как я уже говорил, значит, мы ставку сделали на охотничий туризм, но в условиях горной местности охотничий туризм невозможен без использования лошадей, да, потому что, естественно, очень тяжело перемещаться в горах на большие дистанции, там очень много вещей и так далее. Мы столкнулись с тем, что нам необходимо для организации лошадь. Причем мы первое время пробовали использовать лошадей местных, там, так сказать, по местам, локации проведения и местонахождения охотничьих хозяйств. Но опять столкнулись с кучей проблем. Оказывается, что, значит, местное население не всегда стабильно предоставляет этих лошадей, то там, знаете, сенокосы, то там какие-то хозяйственные работы, то лошадь дороже стоит, то дешевле, то дают какую-то лошадь, которая, значит, не в хорошей кондиции. И, в общем, мы пришли к тому, что нам придется создавать собственный парк лошадей для того, чтобы ни от кого не зависеть и гарантировать стабильно высокий уровень качества. И вот 8 лет назад, значит, мы создали крестьянское хозяйство на территории одного из охотничьих хозяйств в Игурском районе. У нас, к счастью, был очень увлеченный парень-коневод, который, в общем-то, и занялся работой, связанной с селекцией, значит, верховых лошадей. Дело в том, что в связи с тем, что этот конный туризм и охотничий туризм целиком и полностью завязаны на лошадей, необходимо было провести большую работу по подготовке, выборке, селекции, значит, борных лошадей. Дело в том, что, вы знаете, все, значит, лошадь – это высокоинтеллектуальное животное, обладающее собственным характером, вот, и нужно было подобрать такую оптимальную смесь разных пород для того, чтобы гарантировать стабильную работу в горах, спокойствие и высокую выносливость. И вот, значит, 8 лет назад мы начали проводить эксперименты. Я сейчас могу уже смело сказать, что года 3 назад мы такую формулу определили. У нас получилась такая смесь, собственная порода, можно сказать, значит, это монгольская порода жабе, очень выносливая. Значит, мы к ней прибавили новоалтайскую горную породу и добавили еще, значит, смеси английских спортивных лошадей для того, чтобы они были, эти лошади, более крепкие, более быстрые, более выносливые. Вот, значит, на сегодняшний день у нас вот есть такой маленький кластер по производству верховых лошадей и, несмотря на то, что кажется, что лошади вокруг нас повсюду, но и одномоментно собрать сразу группу там из 10, 20 или 30 подготовленных верховых лошадей в Алматинской области практически невозможно. В общем, ну, значит, мы сейчас на сегодняшний день с этой задачей справились, ежегодно 10 лошадей нам наш маленький подхоз выдает, что дает возможность нам постоянно развивать это направление. Вот, значит, развивая охотничий туризм, мы пришли к выводу, что в связи с тем, что охота имеет в Казахстане очень короткие сроки, фактически это 2 месяца в году, да, то есть это... Сентябрь, октябрь, немножко захватывает август. Вот, у нас появляется свободное время порядка 10 месяцев. Развивая охотничий туризм, мы стали развивать другие объекты инфраструктуры на территории наших охотничьих хозяйств, это в первую очередь гостевые хижины, потому что все иностранные охотники, они хотят определенного уровня комфорта, и несмотря на то, что все они, в принципе, сильные подготовленные люди и могут и готовы какое-то время проводить в палаточных, так называемых, флайкемпинговых лагерях, но тем не менее все они хотят вернуться на нормальную базу, в дом, чтобы там была баня, условия и так далее, и так далее. И вот 5-6 лет мы, значит, занимались строительством и развитием вот этих инфраструктурных объектов, строили дороги, строили хижины. Сегодняшний день у нас довольно большая разветвенная сеть, о которой я чуть попозже расскажу. В итоге мы пришли к тому, что у нас, с одной стороны, были уже подготовлены люди, гиды, которыми мы специально занимались и готовили для работы с иностранцами. С другой стороны у нас были кони, суперспокойные и выносливые, а с третьей стороны, значит, появилась инфраструктура, где люди могли жить. Вот таким образом мы, так сказать, эволюционно подошли к тому, чтобы начать развивать конный туризм, уже оторванный полностью от охотничьего туризма, да, то есть в те месяцы, когда у нас нет охотника. Вот, фактически, конный туризм в Алматинской области можно начинать уже с конца апреля, начало мая, ну, на определенных местах, даже где-то немножко пораньше, вот, и спокойно мы можем его там до сентября проводить, потому что, когда у нас основной поток приезжает охотников, туристов, тогда, значит, конечно, у нас уже возможности наши перекрываются охотниками. Вот, значит, два года назад мы неожиданно совершенно, значит, придумали для себя еще одно новое направление экотуризма, которое тоже вписывается вот в эту модель, да, то есть хижины, гиды и лошади, это горнолыжный туризм, да. Да, значит, сам, будучи увлеченным лыжником, я лет пять или шесть назад попробовал и начал увлекаться таким видом горнолыжной, такой горнолыжной дисциплины, которая называется скитур, да, или бэк-кантр, для тех, кто не знает, это специализированное горнолыжное оборудование, которое позволяет с использованием специальных лыж, креплений, ботинок, значит, использовать лыжи не только в виде фиксированных средств передвижения вниз, но и подниматься с их помощью вверх. Они более легкие, там специально наклеиваются так называемые комуса, значит, вот, кстати, вот у нас девушка и ее лыжи на фотографии. Значит, ну, для Казахстана это относительно новая горнолыжная дисциплина, вот, но во всем мире довольно популярная, вот, в частности, в странах Европы, в Австрии, во Франции, там количество горнолыжников, которые увлекаются скитуром, уже там порядка 20-30%, а это вы представляете, целая армия многотысячная. Вот, и, значит, разговаривая с ребятами, которые здесь в Алма-Ате скитурят, в общем, я в качестве, так сказать, просто бредовой идеи предложил им использовать наши хижины для того, чтобы в зимний период попробовать перевезти иностранцев. Неожиданно это сработало, да, то есть мы используем наших лошадей и гидов для того, чтобы осуществлять заброску, да, то есть наши хижины, а, значит, райдеры уже дальше там катают эти склоны, ищут первопроезды, какие-то новые споты, локации и так далее. Вот, ну, я вот рассказывал коллегам, два года назад мы впервые привезли первую группу, вот этой зимой у нас в течение трех месяцев, по-моему, всего одна свободная неделя была окна, окно в хижине, ну, наиболее популярной, то есть порядка 60-50 человек мы привезли за сезон иностранных горнолыжников, да, то есть, ну, понятно, что для охотничьего хозяйства это, конечно, большая победа, потому что получается, что они сгенерировали доход, сопоставимый с основным видом деятельности, да, то есть с любительской охотой, вот, и, естественно, это дополнительные рабочие места в зимний период для местных жителей, местные общины зарабатывают деньги на, значит, тем, что оказывают услуги для наших этих туристов, вот, и идет, опять же, прокат этих лошадей, и, в общем, все работает, как говорится, просто замечательно. Вот, таким образом, наша компания оказалась в этом виде туризма, экологическом, напомню, что экологический вид туризма, он предлагает отказ от культа комфорта, значит, массово всевозможных коммуникаций, сфокусировано на созерцании дикой природы, и вот этого мы как раз людям в полном объеме можем предоставить. Значит, что еще здесь рассказать? Ну, еще я могу коротко рассказать совершенно пару слов о том, что, значит, в рамках наших охотничьих хозяйств мы еще занимаемся вопросами, связанными с дичеразведением, то есть это тоже может быть одним из видов экологического вида туризма, потому что люди вовлечены, интересуются этим, вот. Вот, и, значит, у нас есть продакшн-студия Табигата, и вот наш фронтмен, это Максим Левитин, все вы его знаете по телевизионным передачам, значит, на Казахтовой и других телевизионных каналах, который снимает фильмы о дикой природе Казахстана, и вот в рамках этого проекта мы организуем специальные туры, фотосафари для любителей природы, не только охотников, а я имею в виду фотографы-анималисты, натуралисты, там, и так далее. Вот, значит, у кого-то снова включился звук, пожалуйста, отключите звук. Так, значит, ну, мировой опыт, значит, конный туризм во всем мире достаточно хорошо развит, значит, фронтмена, наверное, пионеры, это Монголия, я думаю, что, наверное, конный туризм среди всех, значит, странный, лучше всего развит в Монголии, наши соседи Киргизии тоже не отстают, очень неплохо развивают конный вид туризма, значит, специально я ездил конный тур в Аргентину, значит, в Патагонию, я думаю, что в странах Северной и Южной Америки Аргентина занимает доминирующее положение. Что интересно, Аргентина, вот такой маленький аргентинский опыт, ну, помимо того, что, в принципе, значит, это аграрная страна, да, то есть они в рамках государственной политики порядка 30 лет назад приняли такую программу Гаучу, да, Гаучу это, ну, ковбой или пастух по-нашему, или Чабан, да, вот, и в рамках этой программы они сделали Гаучу одним из стилеобразующих элементов странового маркетинга, то есть у них все в стиле Гаучу, магазин в стиле Гаучу, моды в стиле Гаучу, кухня в стиле Гаучу, и со всего мира приезжает колоссальное количество туристов только с тем, чтобы познакомиться с вот культурой Гаучу, да, в этом смысле, конечно, у нас есть все перспективы, потому что, конечно, мы это в отличие от них настоящие намады, вот, немножко подзабывшие свои корни, но тем не менее, вот, ну, в Монголии сотни таких лагерей, которые занимаются организацией конного туризма, и в мире есть собственный такой кластер любителей конного туризма, да, ну, чуть дальше я буду рассказывать, но, в общем, буквально один человек, увлеченный конным туризмом, у нас, допустим, в прошлом году сгенерировал 5 или 6 туров конных по Казахстану, ну, которые мы ему здесь проводили, буквально мы его нашли через социальные сети, через Инстаграм, и он так загорелся, потому что это тоже своя маленькая секта любителей конного туризма, которые ездят по всем странам, и это любители дикой природы, да, то есть, и, в общем, Казахстан имеет весь потенциал и все возможности для того, чтобы интенсивно это дело развивать. Ну, немножко о видах конного туризма, потому что он, как и, допустим, пеший туризм, немножко классифицируется на по сложности, да, вот, в аналогии с пешим туризмом можно сказать, что, значит, можно выделить, значит, такие направления, как хайкинг, то есть, это прогулки, конные прогулки в течение нескольких часов, да, то есть, трекинг в пешем туризме, это выходы с одной-двумя ночевками, и уже маутин инженеринг, это большие экспедиционные, многодневные туры. Значит, ну, конные прогулки, мы практически не занимаемся организацией конных прогулок, почему, потому что локации наши и местонахождение, значит, наших хозяйств порядка 300 километров от города, это самое ближнее находится. Вот, поэтому, как правило, конные прогулки здесь в Алма-Ате, Алма-Ате организуются недалеко от города, в принципе, есть и патроны, и патроны, есть и несколько, я знаю, компаний, которые делают вот в предборьях такие легкие выходы в течение одного-двух часов. Ну, очень хорошо это дело развито на Кульсайских озерах, кстати, фотографии оттуда, да, потому что вот эта вот знаменитая тропа с первого на второе озеро, она как раз четко вписывается в такую полную прогулку в течение нескольких часов. Значит, туры выходного дня, это одна-две ночевки, вот тут мы уже делаем, значит, у нас есть предложение по нашим охотничьим хозяйствам, которые расположены в Игурском районе, ну, а с точки зрения бизнеса и денег, конечно, интереснее всего проводить многодневные экспедиционные конные туры, почему, потому что, во-первых, они заранее, значит, прогнозируются, значит, букируются, естественно, там ниже затраты, выше доходы, ну, и в целом все это гораздо интереснее, потому что подобного рода экспедиции – это эксклюзивный товар, который, конечно, стоит недешево, но и при этом весьма интересен организатор. Значит, вот одним из очень хороших начинаний – это была экспедиция, конная экспедиция, которая организовала «Казак Туризм», наша компания помогала, проводила ее здесь, значит, за Ильиском Алатау и немножко захватила Кунгей Алатау в течение буквально, там, почти двух недель, значит, на лошадях, ну, правда, шел еще параллельно специальный лагерь сопровождения, потому что там было очень много техники съемочной, телевизионщики, журналисты и так далее, блогеры, мы проводили здесь, в Алматинской области, и те блогеры, которые там участвовали, они буквально в том же году несколько групп нам смогли отправить, и вообще такой вид маркетинга, я думаю, наиболее эффективен, я имею в виду, вот, организация подобного рода инфотуров, причем, ну, понятно, что здесь у «Казак Туризма» были, значит, свои цели отснять хороший фото-видеоматериал для дальнейших маркетинговых мероприятий, но я думаю, что в будущем, если такие туры организовывать, то нужно максимизировать количество специальных блогеров, которые именно занимаются вот этой конной тематикой, таких очень много людей, которые именно вовлечены в конный туризм, ездят по всему миру специально, только для этого, ради этого вида туризма, вот, потому что они дают максимальный фидбэк, и вот у нас на этот год было очень много, там уже не помню точно, около 60 человек в этом году должно было приехать именно в целях конного туризма, ну, и вот известная пандемия этот момент немножко остановила, но я думаю, что в следующем году мы смело это делаем на верстань. Значит, интересно, что два года до этого мы для казахтуризма проводили, значит, экспедицию жемчужины Тяньшани, и там по нашей инициативе один из дней как раз проходил по территории Выгурского района, и мы настояли на том, чтобы один участок, один из дней мы провели на лошадях, вот, и те блогеры, которые были в том джип-туре, вот, уже на следующий год нам прислали группу, значит, две группы, одна группа поехала в Джунгарске-Латау, а другая была, значит, здесь, недалеко от города, в Выгурском районе. Вот, то есть продолжать подобного рода информационные маркетинговые мероприятия считают целесообразным, и вот, пользуясь случаем, я не знаю, здесь представители есть, по-моему, должны быть, с казахтуризма прошу это дело учесть. Ну, теперь, собственно, о конных турах нашей компании, значит, вот на карте здесь видно, это, значит, карта Китмейнских хребет, да, вот здесь вот такими домики зелененькие, это наши гостевые хижины, местоположение их, значит, треугольники, это кемпинговые лагеря, которые мы развиваем, в зависимости от того, насколько это целесообразно. Значит, как я говорил, 300 километров до Китмейна от Алма-Аты, значит, в принципе, туры выходного дня спокойно можно проводить, мы их делаем с одной ночевкой, с двумя ночевками, и можно сделать пятью ночевками, там, любое количество, потому что, в принципе, рельеф позволяет там как угодно петлять и в нужных местах ставить, значит, необходимые лагеря. Значит, при организации конного туризма, я считаю, многодневных походов, я имею в виду, очень важно, чтобы через день, значит, ночевка была в гостевой хижине. Почему? Потому что, конечно, кто на лошадях более чем полчаса ездил, знает, что это физически тоже совсем непросто, вот, и человек устает, естественно, допустим, за 4-5 часов дневного путешествия, поэтому раз в два дня он должен, так сказать, получить хорошую кровать, полностью восстановиться, там, принять душ и так далее. И вот в Китмине, точнее, в Игурском районе, получается, чуть дальше Чунжи, у нас такие возможности есть для того, чтобы, там, любое количество туристов, значит, принимать. Значит, Джунгарский Латава. Ну, у нас несколько есть охотничьих хозяйств в Джунгарском Латаве. Кроме того, значит, мы несколько лет назад построили хижину, значит, на территории национального парка, участвовали там в тендере, выиграли и построили гостевой дом там, именно для нужд конного туризма. То есть, когда нам стало понятно, что через день мы должны человека, значит, поселить в хороших условиях, мы посмотрели, что, значит, нам потребуется там место на территории национального парка. Вот здесь вот на карте видно, здесь мы сделали кольцевой маршрут, это центральная Джунгария, значит, совершенно потрясающие и нетронутые места. Значит, мы для того, чтобы было интереснее, закольцевали, значит, этот маршрут по очень интересным перспективным местам. Это система озер, в частности, ну, тут часть озер на фотографиях есть, это система озер Школь, это озеро Глубоко, озеро Моралье, вот, поэтому люди, попавшие на территорию Джунгарского Латава, вот в этом месте, они будут действительно абсолютно терринкогнито, их будут окружать. Не знаю, тут написано, вот есть основной долг, есть проценты, всегда во всех кредитах. Там опять вот и включился микрофон. Ага, значит, спасибо. Значит, что я тут еще хочу добавить, что все вот эти конные туры, которые мы организуем, значит, мы гарантируем, что ежедневно наши туристы будут сталкиваться с представителями дикой фауны, да, то есть мы будем и организуем специальные точки наблюдения на салонцах, на подкормочных площадках, для того, чтобы люди видели, ну, объекты живой природы, вот, и специально в этом году мы проработали программу для организации фототуров или фото сафари для любителей фотографирования барсов, такая тоже есть небольшая каста, значит, фотографов, которые в тех местах, где барса много, у нас в Джунгарском Латаве очень большая численность, в этом году мы там наснимали барсов на фото, на видео, вот, для того, чтобы они приезжали и участвовали в таких фототурах, именно с целью фотографирования диких животных казахстанских и барсов в частности. Значит, немножко пару слов о ценообразовании. Ну, первоначально мы, конечно, были сфокусированы на рынок западный, в общем-то, и тот веб-сайт, и, значит, те социальные сети, которые мы развивали, они все были на английском, такие сфокусированы на ту публику, ну, платежеспособность спрос выше, с одной стороны, с другой стороны, к сожалению, казахстанцы пока еще не вовлечены полностью, так как на Западе в активные виды туризма, вот, поэтому, значит, мы фокус сделали на Соединенных Штатах, на Европу, на Китай, Ближний Восток, но, тем не менее, вот в этом году и сейчас мы, значит, это дело упущения отрабатываем. Почему? Потому что мы чувствуем, что в этом году много будет внутренних туристов, что люди не хотят никуда сейчас ездить, и, в общем-то, как-то обратили больше внимания на нашу родину, и, значит, немножко расскажу о факторах, влияющих на цену. Значит, мы определили опытным путем, что оптимальный размер группы, я имею в виду туристической, это 5-6 человек, да, дело в том, что с таким количеством людей, получается, мы должны вести одного гида, одного коневода, который будет следить, ну, условно говоря, за порядком движения, там, в общем, свои есть технологические сложности. Как следствие, стоимость будет уменьшаться в том случае, если размер группы, значит, соответственно, в пределах, ну, стремится к 5-6, значит, людям. Соответственно, если участвующих меньше, то и стоимость будет несколько повышаться. Значит, продолжительность тура. Ну, естественно, чем более продолжительный тур, тем стоимость на один день будет дешевле, вот, потому что мы, в общем-то, предлагаем полный пакет, все включено. Уровень комфорта. Тут понятно, что, в общем-то, мы ничем не ограничены, и у нас вот два года назад мы встречали и организовали конный тур очень сложный, с очень сложным техническим заданием, как выяснилось для одной из богатейших европейских семей, вот, но это мы уже узнали постфакту, вот, значит, там условия, значит, поездки были таковы, что три друга путешествуют, значит, по бескрайним горам Казахстана, при этом они не должны никого, нигде, ни с кем встречаться, вот, и на второй день они неожиданно находят, значит, в горах лагерь, ну, так сказать, юрты, практикующих беркучи, вот, и, значит, беркучи предлагают им участие, значит, в этой охоте с беркутом, и вот они вместе там совместно охотятся несколько дней. Но, помимо этого, параллельно с ними шла экспедиция 38 человек, включая вертолет поддержки, включая, там, врачей, массажистов, на случай, там, у одного из гостей проблемы были, там, с уставами, и так далее, и так далее, и, значит, кормили мы их, там, кейтеринг, один из ресторанов алматинских полностью осуществлял, то есть 38 человек обслуживало 3 человека, вот, поэтому стоимость за один день, она может быть очень разная, но, вот, рассчитывая, значит, туры или пакеты для казахстанских туристов, мы где-то выходим на цифру в пределах, там, плюс-минус 100 долларов, это все включено, включая, значит, снаряжение, гидов, проводников, трехразовое питание и так далее. Ну, в принципе, я считаю, что за такой вид отдыха активного это адекватная цена. Для иностранцев, конечно, мы делаем подороже, потому что они, в общем-то, легче воспринимают цены. Ну, и последняя стоимость, на что, что влияет на стоимость, это дальность трансферта, да, потому что, конечно, если, допустим, транспортное плечо 300 километров, это одна стоимость, а если, вот, как в Джунгарске, латал, у нас есть там точки, куда транспортное плечо составляет, там, 900 километров, да, то есть, фактически нужно объехать весь Джунгарский латал по кругу и со стороны китайской границы заехать в стартовый или финишный лагерь, вот, поэтому стоимости варьируются, вот, но в целом цена вот такая, около 100 долларов, в зависимости от размера группы, уровня комфорта, продолжительности и так далее. Значит, немножко о том, кто может быть участником подобного конной экспедиции или конного тура. Ну, конечно, конный туризм, он расширяет границы для любителей дикой природы, почему? Потому что те места, куда ты можешь прийти только пешком с большим рюкзаком, в принципе, почти в любое из этих мест можно приехать на лошадь, да, то есть, поэтому требования не такие суровые, как любителям пешего туризма, вот, ну, естественно, какой-то все-таки минимум физической подготовки должен быть. В частности, мы не рекомендуем людям с избыточным весом, значит, участвовать в длительных конных экспедициях, вот, с какими-то хроническими заболеваниями, но так в целом среднестатистический человек, любой сможет такую экспедицию вынести, и, в общем, мы неоднократно этому находили подтверждение. Значит, что мы сделали для того, чтобы людей немножко как-то подготовить, значит, полностью есть материал, большой обзор теоретический по вопросам, значит, использования, ну, верховой езды, использования лошадей в условиях гор, где можно все четко, понятно, написано, расписано в деталях, что можно, что нельзя, как ведет себя лошадь, как должен вести себя наездник и так далее. В случае, если, значит, мы организуем длительный экспедиционный маршрут, у нас всегда предусмотрен, значит, первый день такой лайтовый, да, тренировочный, когда, как бы, всадник, если он никогда никакого опыта не имел, познакомится со всем, со всеми условиями и сможет каким-то образом уже себя адаптировать к дальнейшим, более сложным дням. Значит, туры выходного дня построены таким образом, что в целом они такие более лайтовые, и там, в принципе, любой практически человек может сесть в седло и доехать. Значит, выдаем очень подробные рекомендации по экипировке, это тоже очень важно. Значит, и часть этой экипировки мы предоставляем в качестве обязательного элемента. В частности, это шлемы, это вот эти вот геттеры специально, которые, значит, одеваются, чтобы не стирать с тременами ноги, и, значит, на случай дождя влагозащитные прорезиненные костюмы, потому что большинство вот этих мембран, оно, к сожалению, не очень хорошо, не всегда эффективно работает, когда много часов, допустим, приходится ехать, если погода неудачная, под моросящим дождем. Вот. Значит, что нужно знать и какие необходимо провести подготовительные работы, если вы вдруг решили заняться конным туризмом? Значит, ну, первое, это, конечно, продумать маршруты, прокладка, трассировка маршрутов, это, наверное, самое важное. Почему? Потому что, конечно, людям хочется чего-нибудь поинтереснее. В частности, я говорил о том, что у нас в предложении пока нет, значит, вот этих конных прогулок, потому что конные прогулки на большом удалении от города, ну, бессмысленно устраивают проводить, да, никто не поедет за 300-400 километров для того, чтобы там час или два покататься на лошади. Вот. Но в частности, у нас сейчас есть еще территория, гостевой дом, значит, в Рочище Ботан, это в Тургенском ущеле. Сейчас мы проводим работы, ну, должны были проводить работы по адаптации, и мы хотели там совместно с Национальным парком создать лагерь для подобных как раз маршрутов, выездов на Кайракский водопад, на плато Осы, ну, то есть то, что здесь в пределах, так сказать, интересов алмантинцев может быть недалеко от города в течение одного дня, чтобы можно было успеть доехать, покататься и вернуться. Значит, почему важна прокладка и трассировка маршрутов? Потому что, в общем-то, тропы существуют еще с тех советских пор, когда очень хорошо было развито животноводство, очень много, так сказать, прогонных троп, вообще, в принципе, все жаля у нас, все верха, все перевалы, везде были конные переходы и конные тропы. Но за эти годы они пришли в негодность, значит, их нужно чистить, их нужно где-то прокладывать снова. Вот, собственно говоря, несколько лет мы этим занимались, потому что дело это непростое и достаточно трудозатратно. Значит, как я уже говорил, значит, когда мы вот эту структуру, схему нарисовали сами для себя по маршрутам, мы достраивали, вот в прошлом году мы построили две гостевых хижины с Джунгарском и Алатау, вот они здесь на фотографии, в частности, вот эта хижина на высоте 2800 метров. Почему мы ее здесь поставили? Потому что она оптимально садилась, во-первых, она стоит на конной тропе, во-вторых, она оптимально садилась на маршрут кольцевой, который мы, значит, проложили как раз на второй день, ну, после ночевки, значит, в палаточном лагере вы попадаете в такой лагерь. Видите, у нее здесь специально даже мы конструкцию сделали, потому что зимой очень сильный ветер сильно заметает, вот, чтобы этот ветер, значит, дом наш не снесло, мы даже разработали специальный проект. Ну, а традиционно гостевые хижины такого типа, как срубы находятся. Конечно, самое сложное и самое капиталоемкое – это построить гостевые дома. В принципе, конные маршруты можно прокладывать и не обязательно в специализированных гостевых домах, можно и кемпинговые лагеря оставить, палаточные какие-то, и юртовые, то есть тут уже вариации могут быть какие угодно. Вот, как я уже говорил, мы специально подготовили две машины в этом году и будем запускать мобильные модули, которые можно будет поставить на какое-то время в любом месте. Таким образом, у нас будет сеть мобильных лагерей, которые мы будем перекидывать по требованию клиентов. Очень важный момент – это подготовка лошадей, конной амуниции. Как я уже говорю, очень там много нюансов оказалось именно с лошадьми. Вот, помимо того, что мы должны были генетически собрать наиболее подходящий такой для наших целей вид, или, как правильно сказать, породу лошадей, но еще и нужно было выбрать, провести селекцию. Поэтому, значит, у нас первый год все лошади ездят только под нашими гидами и только после того, как гид в течение года убедился в том, что, да, лошадь спокойно себя ведет, стандартная, значит, и, значит, они, значит, ну, гарантируют, в общем-то, безопасность своего ездока, когда мы ее уже отдаем под клиентов. Вот. Значит, с конной амуницией в Казахстане тоже дело поставлено не самым лучшим образом. В частности, значит, мы сейчас всю свою конную амуницию приобретаем в Киргизии. В Киргизии есть два хороших завода, две фабрики, которые занимаются производством седел, ну, и всего необходимого. В общем, получается соотношение цена-качество наиболее, значит, хорошее и, в общем, для бизнеса подходящее. То есть, износостойко все. Ну, вот, в принципе, все, что я хотел рассказать, поэтому, если есть какие-то вопросы, значит, прошу, задавайте. Дело это перспективно и интересно, поэтому, надеюсь, было интересно. Спасибо. Кажем, большое спасибо. Давайте Тимур Талашичу дадим слово, тоже он хотел сказать. Тимур Талашич, продолжите, да, по нашим тоже планам. Да, Лен, спасибо. Ну, во-первых, спасибо каждому. Это проект, который мы в течение двух лет реализуем совместно вот по Алматинскому региону. И что здесь очень важно, вот, скажем, доминала синергии. Здесь в этой синергии могут принимать участие вот как объекты самой компании Тадыра, так и другие, совершенно, может быть, далекие от них тоже участники туристского рынка. К примеру, я хочу сказать, что вот конным туризмом вполне, причем не просто, там, часовые экскурсии, а несколько дневные, многодневные, могут заниматься еще два, даже три хороших объекта, это для сведения вот туроператоров. Это лунные база Аселя-Лешерова, это этноцентр НАМАТ, Жандоса. И вот я уже на прошлом вебинаре по караванингу отмечал хорошие возможности базы рафт-сервиса там, в районе Чилика. И каждый из этих объектов может совместно, скажем, или самостоятельно проводить и совмещать те или иные виды деятельности. То есть, жизнь кочевая, плюс традиционные конные маршруты, все это может очень хорошо работать. И буквально несколько слов об экспедициях. Почему Казахтуризм проводил эти экспедиции? Мы как раз делали очень важную работу по трассировке. То есть, мы выбирали перспективные маршруты, которые впоследствии должны послужить основой для того, чтобы создавать инфраструктуру на этих маршрутах, для того, чтобы по ходу следования маршрутов привлекать местное население, давать им возможность заработка. То есть, создавать вот эту цепочку стоимости и выгод для местного населения, потому что все знают, что конный туризм – это часть экотуризма. И, соответственно, выгоды экотуризма должны получать не только городские туроператоры, а в первую очередь это касается местного населения. И вот то, что эти компании, которые мы привлекаем, они все очень активно работают с местным населением. И в этих вопросах я считаю, что это наиболее перспективные виды туризма именно для Казахстана, потому что кочевая цивилизация, всадническая культура – это наше, это родное, это то, что, в принципе, может заинтересовать всех. Потому что все считают, что конный туризм – это вот уже упомянутые в Южной Америке Аргентина, в Европе это очень популярно, в Венгрии, тоже наши бывшие родственники, ну и настоящие в том числе. Ну и, конечно, Монголия, Киргизия. Огромная часть вот этого континента, который занимает Казахстан, гигантская транзитная территория, нас никто не ассоциирует с кочевой культурой, нас мало кто ассоциирует с теми возможностями, которые дают наши корни, то есть вот эти вот конные туры. И здесь очень большой потенциал для всех участников, и это касается не только гор. Я хочу добавить, что помимо тех экспедиций, которые мы вместе с Табиратом организовали в Алматинском регионе, у нас прошли очень успешные экспедиции по Сарапке. Есть еще одна компания, тоже энтузиасты, тоже люди, которые болеют этим делом. Это компания от Travel, это даже не компания, а некая такая ассоциация, это общественная структура, где группа энтузиастов на свой страх и риск содержит лошадей, организует вот эти конные маршруты, и, что очень важно, имеет такую очень активную позицию в отношении тех регионов, в которых они работают. Это сразу считаем Карагандинскую область, Акмолинскую область, Павлодарскую область, то есть вот этот большой регион, который, в принципе, может стать основой для того, чтобы реализовывать самые различные проекты. Также в плане казахтуризма есть интересные маршруты, это по местам Букеевской орды, это маршруты, связанные, конечно же, с Алтаем, причем с включением, может быть, даже наших соседей, то есть хорошие международные экспедиции, туры можно организовывать. И вот в этот год, ну, я не знаю, получится или нет, но мы запланировали с Табириатом провести тур по Джунгарии, конный тур. В прошлом году был в основном тур, который касался, ну, джиперская такая экспедиция, и хорошие материалы получились. Но вот если говорить о конных экспедициях, то здесь мы можем совмещать. Все вы знаете, что у нас на сегодняшний день было поручение президента проведения 750-летия золотой орды. И вот эти вот наши корневые, так сказать, ценности можно использовать именно в плане развития кумного туризма, и в частности, вот один из маршрутов, который был разработан, надеюсь, он будет реализован, но включает в себя как природные достопримечательности, в частности, национальный парк Алтанемеля. Очень важная, я бы сказал, такая показательная была бы остановка в месте знаменитого Арбулакского сражения, тоже недалеко от Алтанемеля. Ну, все вы, наверное, в курсе, что Арбулакское сражение было одним из таких ключевых поворотных моментов в битве с Унгарами. И этот подвиг, он не просто должен быть увековечен, но этот подвиг надо популяризировать. И вот совмещая исторические какие-то ценности, культурные достопримечательности, природные красоты, казахский быт, вот именно в этом это наша фишка. Поэтому я думаю, что вот те участники нашего вебинара, которые прослушали замечательную презентацию Кажема, ну, не просто для себя подчеркнут нечто новое, но, во-первых, найдут себе партнера. То есть туроператоры все понимают, что распространение информации – это очень важная вещь, и наиболее эффективное распространение идет как раз-таки через партнерские контакты. Еще один очень важный момент, который я бы хотел сейчас вот обсудить, если здесь присутствует талант Рамазанов. Мы обсуждали возможности поддержки конных видов туризма. То есть это речь идет о предоставлении земельных участков, причем и в охраняемых природных территориях, и неважно где, в виде льготы или преференции. Второй вопрос, который очень важен для тех, кто занимается конным туризмом или организацией конного туризма, это возможность получения субсидий для содержания лошадей. То есть вот в сельском хозяйстве, вы знаете, племенной скот, он субсидируется, то есть сельскот производителям оказывается поддержкой. Мы считаем, что пришло время тем людям, которые организуют конные туры, содержат лошадей, чтобы тоже была оказана поддержка, какие-то льготы. По аналогии с сельхозпроизводителями, ну или взять хороший международный опыт. Поэтому вот с учетом вышесказанного хочу еще раз подчеркнуть, что у нас особенно вот, что показал коронавирус, нетронутая природа, отдаленность от большого скопления людей, это и есть конный туризм. Причем это туризм аристократический. Все знают, в Европе, допустим, 100 долларов в день, это, наверное, вообще грошовая цена для европейцев. Для казахстанцев, конечно, это немножко кусается, но тем не менее, я думаю, что получение полного сервиса, all-inclusive, плюс возможность увидеть все красоты и проехаться на специально подготовленных лошадях, которые осуществляют безопасный сервис, это очень привлекательная позиция. И я думаю, всех туроператоров, которые сегодня здесь присутствуют, это должно заинтересовать. Поэтому в добрый путь скажем, а со своей стороны мы окажем всяческую поддержку. У нас есть, все вы знаете, Алматинский офис «Казахтуризма» Киркибулан присутствует на этом вебинаре. То есть любая форма поддержки, распространения информации, продвижения, мы готовы участвовать. Спасибо. Спасибо, Тимур Талашевич. У меня тут поступило несколько вопросов, если позволите, я быстро отвечу. Значит, добрый день. Сколько километров от Алматы находится наше хозяйство? Ну, как я уже говорил, ближайшее называется охотничье хозяйство Китмени, это Уйгурский район, 300 километров от города. Куете ли вы своих лошадей? Если да, то сезонно или постоянно? Куем. Естественно, сезонно, постоянно нет смысла, только непосредственно перед сезоном. Вообще, значит, кони наши пасутся вот сейчас на зимовках, и перед сезоном там необходимо порядка двух недель их готовить к горам. Почему? Потому что, конечно, они за год, значит, в отсутствие тренировки теряют форму, поэтому, в смысле, это обязательно условие. Дальше. Я так поняла, что вы сами проводите селекцию, тогда вопрос, занимаетесь ли вы обменом лошадей, готовых к работе? В действительности, нам сейчас самим не хватает, у нас дефицит, и на ближайшие три года в планах развития у нас нет реализации лошадей, потому что, ну, собственно, самим не хватает. Вот поэтому ответ нет. Так, была ваша так-то так. 100 долларов в день. Да, около 100 долларов в день, в зависимости от размера группы, значит, или чуть больше, или чуть меньше. Это в день, не за турок. Так, дальше. Контактные данные есть, я уже, они вот на экране. Так, так-так-так, спасибо, так-так-так. Так, сколько стоит обычное кавалерийское седло в Кыргызстане? Обычное кавалерийское седло в Кыргызстане приемлемого качества стоит порядка 200 долларов. Значит, мы немножко, значит, делаем свою спецификацию седла, то есть, в частности, берем не одну подпругу, а две подпруги, и помимо классической уздечки еще не до уздок. Вот, если хотите, можете мне написать, я сейчас в конце там телефон свой напишу, я вам контакты в Кыргызстане скину, потому что на память я не помню. Так, добрый день, у нас предложение по ярмарке охоты во Франции. Ну, мы открыты, пишите, какое предложение. Так, есть ли материалы на английском языке? Да, у нас все материалы на английском языке, они есть на сайте. Дальше, так-так-так, про охоту и рыбалку. Про охоту и рыбалку я вот тут написал сайт, значит, safarikas.com, это все, что касается охоты и рыбалки. То есть, у нас охоту мы от, значит, экотуризма классического разделили, потому что есть определенный, так сказать, ну, среди любителей дикой природы определенное непонимание охоты и охотников. Вот поэтому. Еще, пожалуйста, вопросы. Скажем, спасибо большое за интересную презентацию. У меня вот не вопрос, а, наверное, немножко комментарий. Ну, сегодня, коллеги, у нас день такой вебинаров, вкусных вебинаров, вот как Тимур Талач любит говорить, аутентичных таких зеленых. У нас до обеда сегодня был вебинар про Катон Карагай. Там вы тоже много вещей таких услышали, связь с природой. И вот очень интересная презентация Кажема. Большое спасибо. Я хотел бы вот в каком плане дать комментарий или, может быть, русло поменять нашего обсуждения. Тимур Талач сказал, что присутствует команд Рамазанов. Я тоже вижу его. Добрый день. Он у нас помогает. Да, да, добрый день, помогает как раз по вопросам законопроекта. Вот в самом начале, пока многие подключались, только мы уже вот на коротке, скажем, обсудили вопрос, вот касательно охотничьего туризма, многие было сдерживающих таких моментов в законодательстве. Еще два года назад, когда разрабатывали госпрограмму, вот Кажем, его коллеги подключились к этому вопросу. Мы им предлагали многие вещи изменить в законодательстве. И вот было отрадно, в самом начале я спросил специально, Кажем, он является членом рабочей группы, его приглашают на заседание рабочей группы по законопроекту о туризме и сопутствующих законах. И вот многие вещи, оказывается, на самом деле уже с мертвой точки сдвинулись. Вот в частности, мне было интересно узнать, что есть продвижки по разрешению аренды оружия в Казахстане. Это вот самый такой был один из вопросов, сдерживающих развитие охотничьего туризма. Не знаю, как обстоит с оружием, с охотой с луками. Это тоже был вопрос, я помню, было парадоксально узнать, что страна кочевников, намадов, и у нас страна, в которой запрещена охота с луками. И там еще были ряд вопросов. Вот если можно, скажем, если вы, тут, наверное, есть вы сами сказали, специфическая аудитория сегодня, может быть, многих, наверное, этот вопрос тоже волнует. Если вы такие короткие вести с фронта бы немножко людям бы рассказали. А Таланта я попросил бы вот как раз прокомментировать то, что Тимур Талашевич озвучил, есть ли у нас вообще в законе какие-то меры господдержки по кормам и туризмам. Спасибо. Значит, Ирке Булан, спасибо. Действительно, в феврале месяце у нас была рабочая группа в парламенте по вопросам изменения законодательства, связанных с туризмом. Но мы защищали свой блок вопросов, связанный с охотничьим туризмом. В частности, до этого, как вы правильно сказали, два года уже у нас были премии с госорганами. И, в общем-то, по большинству вопросов, кроме МВД, у нас было понимание. Но, значит, не было взаимопонимания с депутатами по ряду вопросов, связанных с открытием охоты на некоторые виды животных. Дело в том, что мировая практика говорит о том, что трофейная охота является одним из стимулов увеличения численности животных. И, в общем-то, все открыто и видно. Почему? Потому что, допустим, на сегодняшний день из крупных стран только пять стран запрещают охоту. В частности, это Кения, Коста-Рика, Китай, Индия и кто-то еще не помню, как, небольшая страна. Ну, понятно, Индия и Китай запрещают охоту в связи с тем, что у них огромное количество населения, поэтому они просто физически не могут обеспечить равные права и равный доступ к животным ресурсам. Да и ресурсов самих по себе не так много. А вот, допустим, Кения. Очень показательный, интересный опыт Кении. Они порядка 50 лет назад закрыли охоту, вот, и в данный момент численность животных у них уменьшилась в 4 раза, то есть диких животных, я имею в виду. Почему? Потому что только там, где, значит, есть национальные парки, то есть природоохранные меры как-то работают, а во всех остальных, на всех остальных территориях, значит, животные уничтожаются браконьерами, потому что их просто физически некому охранять. Вот. Аналогичный опыт и в Коста-Рике. Три года назад Бацвана под влиянием мировой общественности тоже присоединилась к этому соглашению, и они закрыли охоту на слонов. В итоге, в прошлом году у них, значит, традиционно охотники добывали 50 слонов, и этих средств хватало, чтобы финансировать армию рейнджеров. Ну, а после того, как охоту закрыли, платить рейнджерам стало не из чего. В итоге, в прошлом году Бацвана потеряла 600 слонов, то есть в 5 раз больше, чем до этого легально добывали охотники. И, в общем, это большой прорыв, я считаю. Бацвана, осознав свою ошибку, приняла решение, и с этого года они снова открыли легальную охоту для того, чтобы, так сказать, стимулировать природоохранные мероприятия. Ну, я могу сказать, что, в конце концов, вот с рабочей группой депутатов, там были прямо-таки очень, я скажу, на первых заседаниях очень отрицательно настроены против развития охотничьего хозяйства в Казахстане, значит, депутаты. Но, в общем, мы смогли это дело как-то с мертвой точки столкнуть. Я специально в рабочей группе, значит, от Казахстанского общества охотников и рыболовов проехал по всем крупнейшим, значит, охотничьим державам, это Соединенные Штаты, Пакистан, значит, Южная Африка, Новая Зеландия, Аргентина, для того, чтобы собрать и доложить вот весь этот опыт, который эти страны применяют, и у них все эффективно работает. Значит, нашим депутатам, и, в общем, удалось найти какое-то понимание, в общем, мы сейчас на стадии проработки детальных проектов нормативно-направовых актов. Так что я думаю, что, значит, вопросы эти будут решаться в этом году, надеюсь. Вот. С МВД тоже, значит, подвижки определенные были после известного заседания, высказывания, значит, депутатов, спикера парламента по тому, что закон не включил в себя, ну, проект закона не включил в себя ряд важных вопросов, в частности, вопрос, связанный с арендой оружия. Вот. МВД как-то немножко свою позицию скорректировало. В общем, до этого генеральный тезис МВД был против аренды оружия, связан с тем, что, значит, они не могут проконтролировать и понять, в смысле, нормальный человек, там, с психическими или с непсихическими отклонениями приезжает сюда на охоту и берет в аренду оружие. Ну, в общем, мы пришли к компромиссу, что человек или охотник, который хочет взять в аренду оружие, он будет проходить все те же процедуры, что проходит охотник, который едет с ружьем, то есть те же заполнять документы, те же формы подавать в МВД, но при этом, значит, оружие будет брать здесь на месте, которое будет храниться у охотпользователя, значит, в специально сертифицированном хранилище и так далее. Ну, в общем, пока так. В общем, подвижки идут, работа идет, окончательная нет, не сказано, поэтому мы полны энтузиазм. Спасибо. Ирхов, Ирхов, если позвольте, буквально одну минуту. Да, талант. Талант можно больше. Талант вам можно больше. Да, вот хотел очень кратко по существу сказать, значит, то, что касается конного туризма, так же, как и по многим другим видам данный вид деятельности никак не отрегулирован в законодательстве, потому что, ну, в одной части, там, юристов, депутатов, представителей госорганов, есть такое понимание, что в законе не нужно прописывать конные, рыбные, велосипедные, космические и так далее, миллион видов туризма. И типа говорят, зачем это все прописывать? Закон – это достаточно такая рамочная вещь. Это одна точка зрения, там тоже есть свои аргументы. Есть другая точка зрения, что, ну, пока мы не идентифицируем правовой статус конного туризма, люди, которые желают заниматься этим видом бизнеса, умеют развивать этот вид туризма, будут постоянно сталкиваться с проблемами. А какими именно? То есть первая у нас проблема возникает на этапе получения земельного участка, потому что, если конный туризм, естественно, выгодно развивать в агломерации таких мегаполисов, как Алматы, Нур-Султан, может быть, Шымкент, эти все земли, они относятся к землям, к селитебным территориям, то есть земли населенных пунктов, где нельзя осуществлять такую деятельность. Если отойти подальше и найти земли сельскохозяйственного назначения, то в случае их использования для туристских целей придется платить достаточно большую сумму за потери земель сельхозназначения. Плюс я себе очень плохо представляю, как можно будет добиться на уровне районного акимата или областного акимата изменения целевого назначения земельного участка. У нас эта процедура как была самой коррупциогенной, так и она остается, потому что мы даже последние новости сочетаем, вот в Толгарском районе бывший аким сельского округа привлечен к уголовной ответственности именно за предоставление земельных участков на территории Илья-Латавского ГНПП. И куча-куча таких проблем. Поэтому первое, с чем будет сталкиваться конный туризм, это с проблемами получения прав на земельные участки. уровень непонимания проблем туризма, мы столкнулись с тем, что мы были на заседании рабочей группы в Мажелесе, вот Тимур Талашевич был представитель комитета по управлению земельных ресурсов Министерства сельского хозяйства, и мы там публично поругались с этим специалистом, потому что этот представитель, она абсолютно не хотела и не понимала проблемы, о которых мы им говорили и приводили живые примеры. Вторая проблема, есть большая коллизия между тем, можно ли осуществлять конные туры на территориях особо охраняемых природных территорий, потому что, насколько я знаю, в Боровом, в Бурабайском национальном парке есть вот мужчина, который уже там 10-15 лет занимается конными турами, и из-за какого-то конфликта с администрацией он вынужден осуществлять эту деятельность в отдалении. Вот с Борового он забирает людей на своей машине и везет там за 7 или за 10 километров за пределы ГНПП, и там люди могут только кататься. Есть очень много таких непонятных моментов. Поэтому, ну, как юрист, я вижу решение этой проблемы только в том, чтобы официально реализовать пилотный проект в Казахстане по развитию конного туризма. на примере нескольких пилотных проектов, и прямо по ним пройтись, где будут возникать проблемы, их идентифицировать, и потом уже наглядно доказать и решать на уровне там правительства и госорганов. Спасибо. Талант. И вопрос по субсидированию. Да, получается, конный туризм имеет возможность очень быстро, без серьезных законодательных поправок, уже сейчас получать эти субсидии, если включить конный туризм в постановление правительства, если я не ошибаюсь, которое регламентирует порядок субсидирования в сельском хозяйстве. И вот, в принципе, конный туризм, он по сути, по своей природе, он имеет отношение к сельскому хозяйству, и очень легко можно буквально одну строчку дополнить и уже получить субсидирование под конный туризм. Но, опять-таки, для этого нужно проводить расчеты и нужно иметь общую статистику, сколько лошадей в Казахстане задействовано в конном туризме. В случае предоставления этой субсидии, сколько крестьянских хозяйств, сколько ИП получат эту субсидию, какой будет экономический эффект. То есть нужна аналитика, и потом с этой аналитикой нужно уже идти доказывать в Миннацэкономике и в Атамикене. Спасибо, Талант. Вот здесь я хотел буквально тоже пару комментариев. Вот работу по исследованию вот этих маршрутов, исследованию примерно емкости рынка, вовлеченности местного населения, то есть сколько рабочих мест будет создано, каким образом эту деятельность будет поддерживать государство. Мы, в принципе, запланировали тоже деятельность Казахтуризма по исследованию вот этого вопроса. Надеюсь, вот такие корнивые наши проекты должны быть поддержаны. Ну и понимаем, что без поддержки бизнеса это будет сложно сделать, поэтому насчитываем, что ваше мнение тоже будет услышано и принято его внимательно. Спасибо. У меня вот вопрос, то, что Талант поднимает, узнать вот сколько у нас в стране компаний занимается коммунный туризм, сколько лошадей задействовано. У нас есть ассоциация коммунного туризма? В стране нет, да? Нет, насколько мне известно, ассоциации такой нет. Компаний таких буквально единицы, чтобы кто-то системно занимался только коммунным туризмом, по-моему, вообще нет. Потому что, как правило, это идет совместно с чем-то, с ипподромом, допустим, или с каким-то коневодческим хозяйством. То есть, таким образом. Вот, а вот на секунду... Кажем, можно вот на секунду? По поводу того, есть ли ассоциации, то есть, вот, в Мурсултане, я уже упоминал от Тревел, подобные общественные структуры уже на стадии создания вот в Западной Казахстанской области. Я уверен, что в Восточном Казахстане они скоро начнут создаваться. То есть, и вот здесь очень важно, конечно же, вопрос стандартов, вопрос безопасности. Но и здесь, безусловно, вот то, что говорил Кажем, и даже вот то, что он демонстрировал на слайдах, каски, правильные перчатки, то есть, это все показатель стандартов. То есть, развивать на хорошем уровне такой туризм, безусловно, требуется солидная подготовка, солидные капиталовложения. Поэтому нам надо сейчас разработать именно механизм господдержки, субсидирование, гранты, предположим, те же седла, в Казахстане их найти достаточно сложно, и они достаточно дорогие. Поэтому для небольшой компании, которая готова включаться вот как в цепочке вот этих добавленных стоимостей, когда одна фирма отвечает за транспорт, вторая за размещение, третья за предоставление лошадей, допустим, то в этом случае это имеет смысл именно создавать вот такие кластерные цепочки и вот по каждому звену этой цепи определять, какую поддержку мы можем оказать. Я думаю, вот совместными усилиями мы уже в этом году определим эти цепочки и поймем, где, на каком этапе нужна реальная господдержка. Спасибо. Я бы вот здесь хотел прокомментировать вопрос один. Я так понял, он прозвучал в тот момент, когда мы обсуждали вопрос законопроекта, его принятия, сорвали принятие изменений в законе. Я так понимаю, в эту сторону была охотничьего туризма. Но я здесь призываю коллеги не делить виды туризма. Мы все, туризм это одна большая отрасль. Если мы не учтем интересы коллег, допустим, из охотничьего туризма, либо много вчера спорили, нужно ли такое внимание уделять горнолыжному туризму. Наверное, это не конструктивно. Мы должны солидарны быть. И если и сорвали закон, наверное, не из-за того, что это сделано специально, а именно хотели коллеги добиться улучшения условий для развития охотничьего туризма. И потом много споров, опять же, вчера продолжим ту же тему, насколько приоритетный горнолыжный туризм, охотничий туризм. Но давайте просто элементарно говорить на языке цифр. Я не знаю, у вас, наверное, цифры те же остались, когда мы госпрограмму развивали. Просто эффект одного иностранного туриста, который приехал охотиться. Вот у него доходы, его чек. И сравните с туристом, условно, пляжного туризма. И вы поймете большую разницу. Или вот то, что мы говорили, например, вчера про горнолыжный туризм, когда в пять раз чек горнолыжника, он превосходит, опять же, того же пляжного туриста. Поэтому мы, наверное, не должны разбрасываться вот этими нашими ресурсами. Лучше мы потеряем немножко времени, но при этом закон, который будет, наверное, принесет пользу максимальную для туризма. Я вот призываю к этому коллеге, а не искать какие-то подводные течения, потому что кто-то сорвал законопроект. В целом много моментов было. Я не думаю, что только из-за вопросов по охоте у нас не принялся закон. Прежде всего, надо сказать, что он действительно у нас был той, потому что многие вещи еще на этапе его формирования и согласования в наших профилактических министерствах были вычислены многие хорошими. поэтому наша задача сплотиться и как можно больше новелл, как можно больше инструментов господдержки, и вот дадите, чтобы они у нас были понятны. Спасибо. Ну, если... Да, если хотите, я могу вот несколько цифр привести в отношении иностранных охотников, туристов, которые сюда приезжают. Да, да, вот я хотел... Если была цифра такая, что один горнолыжник в среднем генерирует 250 долларов в день, то один охотник генерирует около 1000 долларов в день. То есть, ну, это, в смысле, для того, чтобы было понятно. Четыре раза. Конечно, не капиталоемкий, я имею в виду, что он не массовый, это индивидуальный вип-туризм, вот, но, тем не менее, он имеет право на существование. Ну, и самое главное, что мы проводили расчеты, в частности, в Алматинской области в прошлом году заехало всего лишь 114, по-моему, или 124 иностранных охотников. Так вот, они сгенерировали доход больше, чем 2500 казахстанских охотников. То есть, это к тому, насколько, в смысле, насколько это важно для поддержки охотничьего хозяйства и развития всей этой инфраструктуры и управления животными ресурсами. Спасибо. Да, совершенно верно. Скажем, вы, что с луками и арбалетами? Значит, арбалеты мы убрали, потому что, в принципе, охотничье сообщество по-большому не очень одобряет арбалет как, значит, орудие охоты. Вот, мы оставили охотничий лук, вот, и, ну, в общем, тоже в такой вот редакции, что владелец охотничьего лука должен будет в обязательном порядке проходить все те же процедуры, как приобретать уголкоствольное оружие. То есть, полностью приравняли его, как, получается, к огнестрельному оружию. Все необходимые документы, значит, экспертизы, процедуры, хранение и так далее, и так далее, и так далее. Вот в такой, в таком формате мы это обсудили. Значит, ну, пока официально от МВД мы, я не знаю, комитет получил, официально ответ не получил, но последнее вот это заседание, которое я говорил, онлайн оно происходило уже после карантина, введения. Там были представители МВД, значит, Министерство экологии, комитет лесного хозяйства, в общем, как будто бы смогли в общем и целом убедить, но пока никаких документов еще нет. А я вот слышал, что Россия уже разрешила, по-моему, охоту даже с луками. Значит, у нас, да, по всему миру, это более чем в 100 странах мира охота с луком разрешена. В частности, в этом году россияне легализовали охоту с луком. То есть, получается, мы здесь, в Киргизии охота с луком открыта, в России охота с луком открыта, в Белоруссии, пожалуйста, получается, а мы здесь единственные, у кого охоты с луком нет. То есть, в Монголии тоже открыта. Ну и это еще что парадоксальное, ведь охота с луком и с охотничьими собаками, это включено наследие ЮНЕСКО, нематериальное наследие ЮНЕСКО, охота кочевых народов с беркутом, собаками и луком. Вот, а у нас, получается, нет. Еще, коллеги, вот знаете, я хотел прокомментировать тот момент, что мы все-таки в туристические отрасли, ну, вернее, направление туризма, мы друг с другом очень сильно связаны. Вот пример, допустим, по арене оружия. Вроде кто-то думает, это чисто вопрос охотников. На самом деле, это вопрос очень широкий. Вот проблема в чем возникает? Из-за чего наши охотники поднимают этот вопрос? Приехал иностранец со своим оружием, ну, там, провел охот-тур там, два-три дня, и все. Он должен сидеть теперь либо в гостинице с этим оружием, потому что его, ну, он не обязан просто по законодательству либо его в сейфе хранить, либо, ну, в общем, под присмотром быть. А мы видим же, что этот человек, иностранец приехал не только походится, он же мог посетить и другие наши туристические объекты, в горы сходить, на лыжах покататься, в рестораны сходить и так далее. И вот этот вопрос, он как раз-таки доказывает, что если мы сняли вот эту проблему, то это большой спектр для того, чтобы для привлечения тех же иностранных туристов, для подъема въездного туризма, в общем, опять же, очень такого качественного туриста, который мог потратить деньги не только на охоту, но при этом и какие-то там совершить экскурсии. Поэтому нужно шире смотреть на все эти вопросы. Да, тут полностью Ирки Булана поддерживаю. В действительности, это огромная проблема нашего законодательства. Значит, охотник не имеет права расставаться с оружием вообще. То есть, в принципе, он даже его в номере не имеет права законодательно оставить. То есть, он все время должен быть с ним в обнимку. Поэтому, когда бронируют охотничьи тур, обычно он 10 дней длится, но фактически он завершается там, ну, 2-3 дня. То есть, получается, охотник вместо того, чтобы здесь остаться в стране и дальше получать удовольствие и знакомиться со страной, вынужден менять билеты и улетать. Потому что у него физические возможности нет такой. И мы на себя эту, такую ответственность тоже взять не можем по закону. А можно еще спросить тоже? Вот были какие-то сложности с вывозом трофея, да? Так сейчас и есть или есть какие-то изменения? – Значит, с вывозом трофея несколько ситуаций упростилось. Сейчас она перешла в электронный формат. Ну, пока только продекларировали, что она перешла в электронный формат. Еще до конца там каких-то тонких настроек недостаточно. Но мы по опыту знаем, в свое время такая же ситуация была с вывозом оружия. Тоже перешли мы на электронный формат. Где-то около года система болела. Были сложности, но потом все заработало. Точно так же, я надеюсь, сейчас и заработают выдача программ пропусков. Потому что мы тоже ждем это, когда появится электронная система. Потому что выдача программ пропусков тоже очень серьезная препятствия для развития, особенно в приграничных зонах наших видов туризма. И мы надеемся, что в этом году все заработает. Спасибо. Алин, там вот вопрос был по Кульсаю. Насколько обоснована цена за переход от первого до второго Кульсаю 8 тысяч тенге? Ну, с учетом того, что хотя сам маршрут не совсем, так сказать, длинный, но тем не менее он достаточно сложный. И если учитывать все требования по безопасности, то он не может стоить дешево. Это во-первых. Второе, то, что вот давно уже идут дискуссии о том, стоит ли туда разрешать вообще проход лошадян, потому что тропа действительно серьезно развивается. Но здесь решение на поверхности лежит. Единственное, что надо сделать, это надо разделить эти две тропы. То есть одна тропа должна быть пешеходная, соответствующая трассировка, одна для конных маршрутов. И, насколько я знаю, вот уже до десяток лет эта дискуссия идет, но ничего Наспарк не делает. Надеюсь, что вот результаты нашего обсуждения дойдут. До Наспарка, благо там сейчас поменялось руководство. И мы вот этот вопрос, я думаю, решим. Спасибо. Уважаемые коллеги, можно пять минут? Конечно. Добрый день. Это общественный фонд Heritage, Сельжа Могулова. Я писала лично по поводу ярмарки охоты. У меня не вопрос, у меня просто предложение. Я хотела бы сказать такую информацию, что в этом году наша страна Казахстан была приглашена в качестве почетного гостя на данное мероприятие. Это мероприятие проходит в Европе, во Франции, в его сердце, на территории Конной Федерации Лаврон-Беврон. И в связи с тем, что у нас такая ситуация произошла с коронавирусом, данное мероприятие отменили. Мы не успели анонсировать это мероприятие, и данное мероприятие, я так понимаю, будет переноситься на следующий год. Но я хотела бы сказать, что Казахстан — это первая азиатская страна, не только Центральная Азия, а вообще по миру, которая была приглашена в качестве почетного гостя представить себя как страну, свой туристический потенциал, не только охотничьей, но вообще всего, всей страны, просили привезти ремесленников, туроператоров, наших производителей. Была заинтересованность в тазы собаки. Я могу сказать, что Кукпар был тоже приглашен, и Даниар Даукей, они тоже должны были принять участие в этом мероприятии. И поэтому, анонсируя это мероприятие, мы хотели бы, чтобы совместно, всеми усилиями, мы представили эту страну, свою страну, да, на следующий год. Поэтому мы готовы к совместной работе со всем туррынком. И вот, как Тимур Талашович сказал, по поводу экспедиции. 5 мая у нас тоже будет конференция, мы будем презентовать экспедицию 750-летия Золотой Орды, которая будет проходить совместно с Российским географическим обществом, с казахиографией, нашим фондом, историками, этнографиями, археологами. И вот приглашаю на эту конференцию тоже послушать и принять участие. Спасибо за внимание. Спасибо, Асель. Да, мы с вами еще созвонимся, да, как раз. Алена, а у нас же вроде какой-то вебинар вот на тему 750-летия, да? Вот, это как раз Асель, да, у нас и будет 5-го. А, это и речь про этот вебинар, да? Да, да, да. А, все-все. Да, там примут участие РГУ, тоже будут подключаться они к конференции, и будут подключаться наши историки, участники, основные ведущие. Да, Афель, тогда спасибо. Обязательно имя участие. Так, ну все, вроде на все вопросы вы ответили. Да, всем большое спасибо за внимание. Скажем, можно, Тимур Талаш, все-таки будет какая-то конная экспедиция в этом году еще? Ну, мы подали. Я имею в виду у нас. Мы подали на второе полугодие. Еще пока не точно. Пока еще не знаю. А, на второе, да? На второе полугодие, да, только. То есть мы подали не просто экспедиция, мы подали с учетом проведения исследования, которое включает в себя юридическую экспертизу, если это необходимо. То есть привлечение специалистов, которые позволят вот этот маршрут действительно сделать таким, который позволит после окончания этого маршрута составить перечень рекомендаций и конкретных предложений, как местные исполнительные органы, так и на уровень правительства, для того, чтобы принять соответствующие решения. И мы рассчитываем, что это будет, по крайней мере, все это в плане стоит. Насколько это будет осуществимо, пока, к сожалению, не знаем. Ну, будем надеяться, все-таки нам утвердят, это госзадание. Ну, вопросов вроде нету, да, уже? Вроде да. Тогда будем поздравлять... Поздравлять всех с наступающим первым маем, товарищи. Да, этот праздник некоторые молодежь уже и не помнят. А мы сидим на плечах своих родителей с детства прям ощущение счастья. Поэтому, чтобы счастья всем с завтрашнего дня и до конца мая. Всего доброго, коллеги. Спасибо. 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 Супер. Спасибо, коллеги. Спасибо. Ну, у нас завтра, завтра, следующие вебинары теперь с 4-го числа, поэтому... А, или с 5-го, по-моему. Ну, мы график на сайте вывести. Следите за анонсами. 5-го, да, там 4-й выходной. Да, 5-го будет новый вебинар. До встречи, коллеги. Еще раз всех с праздником. Спасибо. И вас также. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...